Совет Федерации помогает региону в решении стратегических и насущных вопросов. Речь идет о самых разных сферах от медицины до экспорта. В апреле в Верхней Палате Парламента прошли дни Самарской области. Тогда губернатор презентовал самые значимые проекты. Все инициативы были поддержаны. Давно не встречались. Это неправильно. Хочу узнать, как у вас дела, как обстановка в целом, как национальные проекты реализуются, как у вас настроение, как настроение у жителей региона. Рабочие, отвечает губернатор. По итогам дней Самарской области в Совете Федерации было сформировано постановление. Работа по его реализации сейчас продолжается. Реновация исторического центра Самары, ремонт значимых культурных объектов, возведение новых школ, реконструкция детских больниц. Поддержали в апреле в Верхней Палате Парламента и выделение дополнительных средств на Фрунзенский мост. Собственно, сейчас основной ход уже готов. Открытие в декабре. Правительство России предусмотрело деньги и на строительство второй очереди объекта. Немаловажную роль сыграла и позиция Валентина Матвиенко по шестому Костационному суду общей юрисдикции. Хочу вас поблагодарить за содействие, размещение в Самарской области. Видела, какое вы шикарное здание построили. Как обещал. Это здорово. Дополнительные плюсы дают большие Самарской области и Самаре, что у вас теперь суд такой региональный, межрегиональный. Да, 9 субъектов, более 20 миллионов человек проживает в этих субъектах. Это благодаря вашей настойчивости, то, что вы своевременно подняли этот вопрос на федеральном уровне и получили поддержку. Много было претендентов, но вы в этой конкурентной борьбе выиграли свою настойчивость, а главное, аргументированностью и готовностью региона создать условия для работы. Это было очень важно. Так что я вас поздравляю. Это большое событие. Долгое время эта территория восторг не вызывала. Неблагоустроенный сквер, здание стояло недостроенным несколько лет. Решение губернатора разместить здесь суд можно называть стратегическим. Район привели в порядок. В регионе появилась весьма солидная структура. А это удобство для самарцев и имидж области. Более того, Дмитрию Азарову удалось договориться, затраты на строительство компенсируют из федеральной казны. Речь шла на встрече с председателем Верхней Палаты парламента и об исполнении национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Самарская область – лидер по целому ряду позиций. Задачи, поставленные на этот год, будут выполнены. Алена Власова, Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии из Москвы.